Хорошая гамма. Эту рубашку мы оденем уже ракетом на пуговицах. Вот он. И все это мы оденем вместе с джинсами темно-синими. Такой классический джинсовый цвет. Меряем. И еще один наряд нам нужен. Это будет джемпер. Такой на молнии из тонкого джерси. Вот его мы оденем с брюками. Пойдемте померяем, как все это смотрится. Оль, ваши волосы достаточно объемные у корней. И начиная с середины длины они начинают отламываться. И концы остаются совсем тонкими. Это распространенная проблема. Скорее всего, это какая-то нехватка определенных микроэлементов, каких-то веществ в организме. Поэтому в таких ситуациях нужно заниматься этой проблемой изнутри. То есть пить какие-то витамины, микроэлементы. А что касается лечения наружного, это ампулы от выпадения, скорее всего, и препараты, направленные на улучшение кровообращения и на улучшение роста волос. Что касается стрижек, для таких волос подходят не длинные стрижки, приблизительно до плеч. Даже может быть чуть-чуть коробче. Или совсем коробкой стрижки. Но если вы не готовы к этому, вы можете делать наращивание волос. Не длинных, а средней длины, достаточно только для придания объема. Вадим, классно выглядите. Не смущайтесь, что джерси немножко прозрачные. В вашем случае это вполне возможно. У вас прекрасный рельеф, так что все в порядке. Джинсы, опять же, сели хорошо. Они не слишком узкие, не слишком широкие. Единственная рекомендация с такими джинсами носить или кеды, или ботинки, туфли, но только с круглым английским мысом. Мне очень нравится. Вам необыкновенно к лицу эта полоска. Плюс с жакетом. Это очень современно, очень по-итальянски, я бы сказала. Единственная, опять же, та же рекомендация по поводу ботинок. Давайте померим следующую. Вадим, мы с вами очень удачно подожрали. И костюм, он сел на вас хорошо, он приталенный, он нескучный. За счет того, что его достаточно классический, обыденный серый цвет, мы разбавили такой неординарной рубашкой. Поэтому на вечер с друзьями вы будете блистать, я уверена, в этом костюме, в этом наряде. Я считаю, что вам нужно держаться именно этого стиля. Это ваше. Спасибо. Брюки не слишком узкие? Нет, брюки должны сидеть хорошо. Кривых ног. Не рстите себе, у вас не кривые ноги, все в порядке. Мне тоже очень понравился костюм. И рубашка с таким закосом под мафию. Ну да, итальяна. Но у вас такой типаж, вполне себе итальянский. Очень понравился костюм. Рубашка произведет просто фурор среди моих друзей. Спасибо большое. Вадим, вот ваши вещи. Я надеюсь, мне удалось открыть для вас что-то новое, что вам понравилось. Спасибо большое. Очень понравились все костюмы. И большим открытием стал рубашка в огурцах. Спасибо. Здорово. До свидания. До свидания. Оль, вообще брюнеткам можно бесконечно экспериментировать с яркими цветами в макияже. Вы можете совершенно не бояться, ну, естественно, вечером использовать яркие тени, румяна, яркую помаду. Главное, чтобы это подходило к цвету волос, в зависимости от того, тёплый он у вас или холодный, и к одежде, соответственно. Михаила, подскажите мне, акцент на что лучше делать, на глаза или на губы? В зависимости от вашего желания, настроения, да? То есть, но либо одно, либо другое. Конечно, допустимо, в принципе, в последнее время особенно есть такая тенденция красить ярко и глаза, и губы. Но это надо делать очень аккуратно, и это должен быть профессиональный макияж, чтобы это не было масломасовым. Но поскольку у вас достаточно тонкие губы, я бы предпочел подчеркнуть глаза, а губы накрасть просто блеском нейтрально достаточно. Раз, два, три, поворачиваем. Можно? Да. Ох, потрясающе даже. Ох, супер. Такой я ещё себя не видела никогда. Вы поняли, да, что мы использовали накладные пряди? Для придания длины, объёма. Ну, это как вечерний вариант. Михаил, вы волшебник. Можете взять на вооружение. Прям здорово, супер. Ой, как я рада. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, это подошло к финальному завершению. Участие нашей семьи в этом проекте. Страшно красивое. Огромное спасибо моему доктору, Ларисе Батразовне, за всю проделанную работу. Надо мной, над моей супругой. Нос дышит в полном объёме. И к тому же стал намного ровнее. И фасы в профиле мне очень нравятся, как стал выглядеть. Сейчас нас ожидает встреча с друзьями, которые приехали нас поздравить, поддержать, увидеть в новом образе. Ждём, не дождёмся этой встречи, чтобы удивить, шокировать и вообще, наконец-то поприветствовать друг друга. АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! Даже для недалечу так не хлопали. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот и мы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не жалею, что я решила сделать пластическую операцию, так как это была мечта всей моей жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ А меня? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Супруга стала, безусловно, просто шикарной выглядящей. Она была красивая, сейчас стала ещё лучше. Конечно, форма груди, наверное, обязывает меня теперь её ревновать. Стала выглядеть она просто сногсшибательно. АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь я очень счастлива, и все мои комплексы перешли в мои достоинства. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга самая красивая, и это самая счастливая и дружная пара. Ну, наконец-то мы все вновь собрались, мы в новом образе, а вы наши старые друзья. Ура! Я считаю, что пластическая хирургия – это замечательно. Ребята, у каждого второго сломана перегородка, это я знаю точно от многих своих друзей и знакомых. Я считаю, тут стесняться нечего, нужно смело идти вперёд и добиваться своих целей, делать себя лучше. И хочу сказать девушке, если вы хотите сделать пластическую операцию себе, не бойтесь. Страх не стоит того результата, который вы потом увидите. Мечтайте, ведь мечты сбываются. Ольга, Вадим, отвечу за всех. Это просто супер, это сногсшибательно, это вау. Во всём, по максимуму вау. Мы рады за вас и счастливы за вас. Ура! Спасибо. Ура! Ну, нос, грудь, понятно, а рубашка? Как мои огурцы. Вообще прикольно. Мачо. И завтра в бой. Очень лёгкими постукивающими... 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 Продолжение следует...